всем привет всем привет сегодня наша важная тема для флористов кто любит делать композиции шляпных коробках а конкретно мы тоже это дело для своих внутреннего видео она будет на ютюбе чтобы наши флористы видели как правильно по нашему стандарту делать композицию на оазисе в шляпной коробке и основные технические вещи которые никто не показывает практически сейчас мы расскажем и сделаем два эксперимента как лучше не делать и чтобы не промокла шляпная коробка тоже коробка которая промокла кстати не снизу а вот тут сверху то она чуть-чуть покорежила ее и это очень важно и почему важно потому что когда мы присылаем букет на доставку и клиент видит что у него протекла шляпная коробка он ни в коем случае не будет думать что типа это какой-то косяк со стороны курьера он думал будет думать что это плохой букет испорчены бракованы естественно да у нас были такие негативные отзывы мы с ними конечно же работаем останется чтобы кто кого не было но вы знаете когда особенно есть у нас есть личные курьеры есть курьеры яндекса которым мы пользуемся еще другие ребята навозят цветы и курьер не всегда обращать на это внимание соответственно может там коробка чуть-чуть перенаклониться если неправильно целлофанчик вот тут вот вставлен то по-любому коробка протечет а и где-то получается она испортится соответственно клиент будет довольна а наша главная задача чтобы клиент был доволен и рекомендовал нас друзьям да и ну и за качество конечно мы тоже радеем поэтому смотрите видео до конца и так прям сейчас пройдем эксперимент как надо делать как не надо покажем нюансы ну и соответственно увидим специально будем делать не в шляпной коробке чтобы увидели как и куда идет вода когда мы вставляем в оазис много-много стеблей во первых мы вырезали оазис под коробку на самом деле не стоит экономить на оазисе потому что это продукт на котором стоят цветы до чем лучше оазис тем дольше ваши цветочки будут стоять поэтому во первых мы берем немецкий оазис именно оазис и раньше мы экономили вставляли кое-как отрезали до кирпича третью часть вставляли вот так потом подпирали всем подряд и ну кое-как он принципе доезжал до стоял достаточно неплохо но были моменты когда оазис он же тут стоит совсем не чуть-чуть составит со стороны подпер чем-то но не до конца и когда при транспортировке он композиция могла чуть-чуть просто но сместиться это не всегда смотрится красиво поэтому рекомендуем не экономит на здесь и вырезать полностью под форму шляпной коробки которые любые композиции которые вы делаете максимально плотно стояла и не перемещалась вправо влево там не шаталась сейчас будем эксперимент делать мы берем целлофан в идеале вот как упало двойной у него двойной я беру на одинарно чтобы провести эксперимент да самое важное мы считаем что нельзя пользоваться степлером потому что некоторые флористы когда вот так вот делают пользуются степлером это принципе неплохо там степлерят что-то вот тут вода но она рвет уазис иногда возможно при каких-то стечении обстоятельств он может где-то чуть-чуть кто-то может что-то дернуть целлофан порвется и вода протечет когда мы степлерим любую пленку вы должны понимать что при натяжении она будет рваться и на самом деле гуи горький опыт который у нас был мы сделали классную елку помню это было в декабре и это уже лет пять назад обошено и мы крана красивой поставочки несли ее и на парковке вот так получилось что елка просто вылетела из этого целлофана потому что целлофан закрепили степлером и на на этом горьком опыте мы понимаем что целлофан ни в коем случае нельзя крепить степлер и так поднимаем наш салфан до чтобы все нужно следить вот за этими моментами потому что при смещении целлофана получаются такие до складки может как где-то немного уйти вниз и мы этого не заметим в дальнейшем у нас просто будет вода выходить вверх и будет подтекать вот здесь и соответственно вытекать вот через эту линию вот в самый низ коробки крепим и получается целлофан скотчем не то важный момент скотчем надо падать не полностью весь низ а только верхнюю часть потому что когда мы делаем композицию вся вода мы потом увидим да вся вода скапливается тут внизу и если мы это заскочим что-то что плотно то она русской писать только тут чуть внизу а потом выйдет наружу поэтому надо сделать форму груши и целлофан скотч целлофан им только тут потому что вот тут будет набираться вода которая не будет выходить шляпную коробку а будет тут находиться а если мы это закроем то она не сможет находиться а вот тут начинается скапливаться если тут свободное место и наоборот хорошо неплохо да для того чтобы там был резервуар для воды почему же выходит вода мы сейчас на этом нашем эксперименте посмотрим мы подложим сюда белый лист и начнем вставлять стебли до чем больше стеблей вы вставляете тем больше воды скапливается внизу потому что при сталкивании стебля оазис рушится и получается остается место откуда вытекает вода люблю удобнее всего так вот взял ее когда зафиксировал одной рукой ну профессиональный флорист должен делать все сам да никто ему не должен помогать и вот вот так аккуратненько скотчем я наматываю меня все хорошо будет под край держаться делаем так чтобы он не соскочил никуда касается вот этих вот соплей циксе перементы сейчас обрежем один вариант очень сильно другой не сильно и увидим что из этого получится если мы обрезаем очень сильно допустим я сейчас буду обрезать под краем это красиво там нигде целлофанчик не будет виден ты мы ну то есть если у нас нет возможности чем-то закрыть какой-то зеленью вот это под ноль его отрезал практически дано чтобы классно все было он вставляется в коробку идеально да но что мы видим мы видим что я сейчас начну вставлять сюда зелень и получается он уже максимально будет соприкасаться с коробкой и возможно возможно при сильно когда много цветов мы ставим стеблей он выльется в коробку и тогда мы получим намоченную коробку а здесь мы оставим два сантиметра ориентировочно целлофан чека чтобы когда мы вставили цветочки все было хорошо это же рекомендую немного больше вот вот так вот тут получилось сантиметра 2 что целлофан оставлялся мы можем потом по факту где-то отрезать если мы когда композицию полностью сделаем но возможно если мы закроем тищу а мы закроем тищу там вообще видно ничего не будет представляем только зелень у нас чистый эксперимент нужно еще палки по вставлять толстые итоге получается когда у нас прям плотно-плотно наставлено там зеленушка мы уже тут мы уже видим что у нас уже много воды собирается я когда течет получается у нас тут вода потекла все соответственно у нас коробка из порта хотя я еще немного воткнул то есть у меня еще есть место для втыкания здесь но цветов и ставьте что получается если у нас еще туда пойдут цветы что-то еще соответственно у нас уже тут будет но вот посмотреть сколько воды вылилось сейчас вот только очень много вот это только сейчас в лес воды вот еще и капает это без перемещения во если мы чуть-чуть его нагнем вот при доставке курьер нагнул посмотрите что происходит и сильно нагиная дайте представьте что коробку отнесу шляпну в руке я взял и несу и вот так вот и а тут вода уже поварила лид рой вариант уже полностью коробка грубо говоря забита зеленью уже на самом деле достаточно много цветов большие это как цветы и так друзья обратите внимание на данный момент лист еще абсолютно сухой а теперь сейчас пошел втыкнут и нам сюда поближе покажите внимание на спор на груши чуть-чуть внизу образовалась верю покажу у нас вот она вся водичка вот она тут видите она если мы бы тут тоже скотчем сдавили она бы никуда не ушла так она она вывозила бы на улице так она тут скоплена да соответственно вот она видите смотрите нажимая и она вот тут появляется и она не уходит никуда потому что у нас и тут есть бортик порядка двух сантиметров вот он да где-то ну в некоторых местах сантиметр но где-то больше а вот даже при наклоне да вот наклони сильнее чуть-чуть сильнее наклоню чем сильнее 15 градусов давай давай 20 градусов даже а вот так допустим едет до на автомобиле несет и и и и посмотри когда потечет при каком градусе короче вот получается в итоге наташи эксперимент что показал у нас мы видим что при таком использовании у нас не течет никуда ничего вот смотрите вот только потекло это уже сколько градусов 70 и так короче я делаю заново кусок а мне же нужен чуть-чуть целлофан подлиннее потому что будет делать двойную до двойную скрутку лучше чуть больше целлофана взять но сейчас я тоже сделала с ошибкой я не будут я тут максимально все сожму его обычно форму груши надо оставлять чуть-чуть чтобы тут была возможность его не просто что тут место было для воды как резервуар сейчас максимально плотно сожму и перемотаю полностью скотчем что-то вообще не было свободного места и посмотрим куда уйдет вода помню на свадьбах когда мы работали когда мы оформляли еще свадьбы так делали да да полностью заматывали и прям вода выходила что за этот полностью замотал тут у нас составит только тут чуть-чуть уже есть вода уже тут есть вода и в принципе скотч я не люблю можно его не использовать можно просто вот так вот сжал целлофан без скотч абсолютно суда вставил все он уже там расперла расперла получается внутри по бокам стеночек главное хорошо бы коробка позволяла чтобы он не болтался не надо всего здесь максимально надо хорошо вырезать так вот для чистоты эксперимента тоже будем делать без за ну срежь повыше пока лаги амия пачка получилась из целлофана порядка до несколько сантиметров тут можно срезать тут уже 10 сантиметров но больше двух лет в меню вот но он же так не протечет не протечет да но все равно чуть-чуть побольше стеж 23 юпочка 23 сантиметра получилось у нас осталось сейчас мы затыкаем также зеленью вот да мы видим что в воде некуда уходить прям смотрите вы сейчас вставляем а вода вот уже тут плавает не спрашивают а почему так нельзя делать за счет того что у нас большой на такой замочек бортика то у нас принципе вода пока никуда не вы вот тут у нас воды нигде нету видите только тут чуть-чуть это мало а если мы возьмем вот этот оазис то мы увидим что у нас получается тут как есть вот ведь она болтается прям это очень хорошо если есть запас то это хорошо если вот так плохо плотно то это плохо если есть запас как тут все то есть водичка там бегать а сейчас она она вся вот тут вот сверху и если мы нам быстро сделать композицию отправить на доставку вероятность 90 процентов что коробка испортится так и будет у нас был только что чистый листик что натекла чуточку потекла соответственно вот так вот делать нельзя если вам нужно быстро как нужно быстро мне я обычно просто сладую тищу и потом его обрезаю высота его это лучше даже не обрезать лучше подрезать вначале а потом как-то его сделать да чтоб она красиво завернула тут кстати уже можно использовать это степлер вот тут вот мы наложение можем сделать небольшое ну смотря насколько вы сами до определяете вам нужно чтобы торчало кишки может чуть-чуть может его вообще заправим а для этого вам нужно уже понимать расчет то есть вашей плотности коробки по факту и можно подрезать да допустим да если сильно торчит то мои чуть-чуть обрезали но подрезать надо аккуратно геморрой конечно подрезать пищу пищу да но если не видно если не видно то в принципе это допустимо но лучше дело что все было красиво либо второй вариант по периметру коробки мы вставляем аккуратно а палочкой чтобы все было красиво и аккуратно вот такие две полосочки получилось теперь мы их просто туда заткнем самом деле вариант до более долги если еще какие-то канты делать чтобы красиво было чуть чуть только нужно вставлять поглубже потому что чтоб никто не вытащил при натяжении да можно будет потерять наш тиши не очень красиво будет вот интересно засечь на по времени не на то чтобы не заткнуть туда пленку если мы коротко обрезали да потому что можно при натяжении еще пленку зацепить зато можно контролировать область до тиши где будет итак вот такой у нас ровненький относительно кусочек тиши получился все примерно одинаково где-то на 5 сантиметров торчит сейчас водичка не полила водичка не протекла фича друзья в том что катится малой тишью закрывается этот целлофан ну в принципе все это кстати есть не промокаемый тиши это промокаемый он нам больше нравится потому что он принципе более такой воздушный эксперимент порвал видишь не вытащил порвал кстати рвется да нормально держится друзья ну что мы провели вот такой вот мастер-класс по тому как надо как на делать надеюсь это видео будет вам супер полезно ваши коробки не будут намокать и клиента будет довольно всем спасибо за внимание приходите на наш канал смотрите оставляйте комментарии до новых встреч пока до новых встреч до новых встреч